Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Lexus RX 350, 2012 года выпуска, двигатель 3.5, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 83 тысячи километров, заменю на нем антифриз в системе охлаждения. Открываю капот, поднимаю автомобиль, снимаю защиту и сливаем антифриз. Поснимаю пластик подкапотный. Филипсы приподнимаются и спокойно вытаскиваются, так же мы потом будем использовать. Если не поднимается с одной стороны, переставьте, поднимите с другой стороны. Выдергиваю все клипсы. Снял 14 клипс. Потихоньку. Приоткрываю пробку на радиаторе. А теперь поднимаю. Поднял автомобиль, снял защиту, а так же снять надо переднюю пластиковую пыльник. Но здесь стоит дуга, и она крепится через этот пыльник. Я ее открутил. И теперь надо его снять. До конца снимать не буду. Здесь у нас должен быть краник для слива антифриза. Ищу его. Вон нашел. Он за трубкой щупа. Трубку щупа надо будет для удобства снять. Если сбоку посмотреть. Вот он сверху. Откручиваю и снимаю трубку щупа. Вот у нас сверху болт головка на 12. Ослабляю и откручиваю верхнюю часть трубки щупа. Которая нам мешает подобраться. Все, болт открутил. И вытаскиваем трубку. Затаскиваю. Затаскиваю. А вот у вас получится. �� stamped для с grac秘ом. Должна на резинке легко сойти. Возьму, подниму и туда, где у нас воронка, на нижней части, она как воронка сделана, куда резинка уплотнительная входит, брызну силиконом. Все, да, она закисла, силикон брызнул, спокойненько снялась. Ну вот теперь наш кран видно, вот он в кране, одеваю на него шланг и головкой на 10 открываю. Должна! Шланг одел, ставлю канистру, канистру поставил, подлажу. Удлинитель по длине возьму. Головка на 10, открываю, побежал антифейс. Все, пусть текает, это с передней части блока, потом солью с радиатора остатки и солью с задней части блока двигатель V-образный. Хочу время терять, пока здесь бежит, я сливаю с радиатора. Кран радиатора у нас находится, вот он. Также одеваю трубку. Немножко неудобно сделан кран, он как бы под углом выходит, упирается в телевизор. Все, шланг одел. И открываю его. Все, антифриз с радиатора тоже побежал. Ну и пока у меня спереди антифриз стекает, доберусь до заднего краника. Попробую сейчас его показать, где он находится. Наверное, отсюда будет получше. Над раздаткой сзади. Вот я прямо на него свечу. Так, резкости нету. Вроде резкость маленько навелась. Вот на кран я свечу. Сейчас я на него одену головку. Длинный удлинитель, карданчик и головка. Все равно не видно. Ладно, попробуем с другой стороны. Вот, а так вот видно. Сзади над раздаткой кран. Сейчас головку снимаю. Ставлю здесь паналик. Вот смог только от задней точки камеры показать. Глазами вижу, объектив туда затолкать не могу. Ну, вот он кран. Неудобно, но длинным удлинителем одевается нормально. Также одеваю шланг и головкой на 10 ослабляю этот болт на кранике. Сливаем. Также заднюю сторону. Но сзади уже показывать не буду. Потому что здесь неудобно. Неудобно. Сливаем. Все, антифриз у меня с передней части сбежал. Закручиваю кран. И подтягиваю его маленько ключом. Все, кран закрыл. Снимаю шланг. И убираю канистру. Теперь ставлю на место трубку. Все, трубка стоит на месте. Теперь остается нам только закрутить сверху болт. Ну, а здесь я снизу ставлю защиту. Вот этот передний пыльник пластиковый. И защиту опускаю. И уже сверху прикручиваем трубку. И заливаем антифриз новый. Прикручиваю трубку. Наживляю болт и затягиваю его. Трубку я прикрутил. Щуп на место установил. Теперь разводим антифриз. Антифриз я взял в концентрат. Номер для заказа 08-889-815. Переливаю его в бутыль. Один к одному. С водой дистиллированной разбавил. Вот еще видно снизу концентрат неразведенный. Сейчас закрываю пробку. Взбалтываю и заливаю. Все. Теперь он стал однородной массы. И снизу не стал от этого концентрата. Как он плавал. Также из расширительного бачка. Я его, чтобы не откручивать, не поднимать. Откачал антифриз. С вакуумом экспресс-заменой масла. Забрался туда трубочкой. И откачал. Можно просто трубочку, капельницу засунуть. И выкачать. Теперь можно заливать. Заливаем до уровня. А потом запускаем двигатель. Залив я полный радиатор. Пока закрываю пробку. Также залил я антифриз в расширитель до максимума. А теперь запускаю двигатель. Заливаем. Заливаем. Ну, пусть теперь прогревается. Сейчас по системе раскидала, пробку приоткрою и померю, а даже не надо, а даже не надо. В принципе, как я слил, так я и забил тот же объем, в расширитель немножко больше ввел, поэтому ничего я не открываю, пусть он прогревается, покатаемся. После этого проверим уровень в расширительном бачке, потому что он с расширителя затянет в радиатор, и если надо, мы уже добавляем именно в расширитель, а не в радиатор. Закрываю накладки. Закрываю накладки. И защёлкиваю все клипсы. А, с клипсами я погорячился. Я их вначале поднимал. Я забыл, что тойотовские, лексусовские клипсы. Их не поднимать надо, а их топить надо. Вот так она закрыта. Утопил и поднял. Век живи, век учись. Знал, но забыл. Устанавливаю. Всё, на этом я замену антифриза закончил. Теперь прокатимся, проверим потом уровень после охлаждения. На всё про всё у меня ушло 4 литра концентрата и 4 литра дистиллированной воды. На этом всё. Всего вам доброго.